В ядерной войне не может быть победителей. Путин принес извинения за слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера. 10 128 санкций введено против России. Россия в Херсонской области навсегда. Моргенштерн внесен в список иноагентов. Российский рубль стал самой крепкой валютой в мире и вышел на первое место в мировом рейтинге валют по версии Reuters. Владимир Путин поздравил украинцев с Днем Победы. Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей. И она не должна быть развязана. Об этом заявили в МИДе России. Также недавно спикер Госдумы Володин заявлял, что ядерный удар со стороны России возможен только в качестве отвердного. Владимир Путин принес извинения за слова Лаврова о еврейских корнях Гитлера. Об этом сообщил премьер-министр Израиля. Он сказал, что они приняли извинения и поблагодарили за разъяснение. Напомню, что ранее глава МИДа России предположил, что у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь. Это был ответ на вопрос о том, почему президент Украины Владимир Зеленский, будучи евреем, говорит об абсурдности донцификации своей страны. Луганск на 9 мая переменут Ворошиловград. Однако новое название будет действовать только три дня в году. В день победы 9 мая, в день начала Великой Отечественной войны 22 июня и в день освобождения Луганска от фашистов 14 февраля. Напомню, что город Луганск в 1970 году получил новое название – Ворошиловград в честь одного из первых маршалов Советского Союза Климента Ворошилова. Однако в 1990-х годах город был снова переименован в Луганск. Россия не планирует применять тактическое ядерное оружие в спецоперации в Украине. Об этом заявил директор ЦРУ. Он сообщил, что не видит практических доказательств того, что Россия планирует развертывание или потенциальное применение ядерного оружия. Помимо этого, он подчеркнул, что подготовку к такому удару можно проследить через путь. 10 128 санкций введено против России. Об этом сообщил спикер Госдумы Володин. Он рассказал, что с 2014 года до начала спецоперации было введено 2754 санкции, а за последние три месяца добавили еще 7 374. Россия в Херсонской области навсегда. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации России Андрей Турчак. Помимо этого, замглавы администрации Херсонской области заявлял, что Херсонская область будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации. Напомню, что ранее об этом также сообщал зампред военно-гражданской администрации региона. Также сообщалось, что Херсонская область переходит в рублевую зону. Переходный период должен будет занять до 4 месяцев. А что вы думаете о таких заявлениях? Пишите в комментариях ваше мнение. Рэпер Моргенштерн внесен в список иноагентов Российской Федерации. Официальная причина этого – осуществление политической деятельности, на которую он получил финансирование от компании «Юла». Это партнерская сеть YouTube по продвижению блогеров. И что интересно, клиентами этой же сети также являются Николай Соболев, Эльдар Джарахов, Алексей Пивоваров, Настя Ивлеева и еще 320 каналов «Миллионник». Во Франции прошла инаугурация Макрона. Теперь официально нового президента страны. Макрон идет на свой второй пятилетний срок. Напомню, что Макрон набрал 58% голосов избирателей. Он во втором туре обошел свою соперницу Марин Липен, которая набрала 41%. Российский рубль стал самой крепкой валютой в мире и вышел на первое место в мировом рейтинге валют по версии Reuters. Также напомню, что курс доллара опустился ниже 66 рублей впервые с 5 марта 2020 года. Экономисты объясняют это падением импорта и резким снижением спроса на доллары и евро. Однако также свою роль сыграло и решение Москвы продавать газ за рубль. В некоторых кафе Техаса в счета гостей стали включать сбор в размере одного доллара на поддержку Украины. Делается это без согласия посетителей заведений и уведомлений о сборе. А отказываться от дополнительного сбора можно только до того, как принесут счет. Как считаете, нормально ли так делать? Пишите в комментарии ваше мнение. Владимир Путин поздравил украинцев с Днем Победы. Он направил поздравительное послание Украине, однако с указанием того, что оно только народу этой страны. Президент России пожелал украинским ветеранам Великой Отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия. А всем жителям Украины мирного и справедливого будущего.